привет любимые мои давайте обсудим сегодня секс в презервативе и секс без презерватива но прежде чем я начну приглашаю вас подписаться на мой телеграм-канал ссылка под видео в описании и в подсказках там я поднимаю описываю более интимные темы чем здесь могу позволить себе на youtube из-за цензуры и так под моим видео про стелсинг стелсинг это когда мужчина втайне от женщины как бы обманывая ее стаскивает презерватив чтобы войти в нее без презерватива я снимала видео на эту тему что на это есть уголовные статьи в нескольких странах и что женщины занимаются в итоге сексом с ними думая что в презервативе он на самом деле без него и они этого не замечают не понимают потому что как правило мужчина входит сзади в доги без презерватива ну и все и женщина потом может забеременеть заразиться и прочие проблемы поиметь так вот прослушивая это видео мужчина очень удивился написал такой комментарий о а я почему-то всегда считал что женщина чувствует разницу в презервативе мужчина или без судя по тем отзывам которые я слышал от женщин что якобы им больше нравится секс без презерватива и моя жена тоже подтверждают что ей намного больше нравится в презервативе ой наоборот без презерватива а в презервативе якобы кайф не тот и теперь вот просмотрев мое видео про стелсинг я задумался а как же так получается что женщина не чувствует разницу вошел в нее мужчина в презервативе или без то есть если она не видит если она думает что он в презервативе почему она не чувствует что он его снял когда он входит сзади в позе доги и так объясняю в чем подвох начнем с того что на самом деле влагалище женщины действительно не особо чувствительное она чувствует давление это чувствительно только передняя стенка влагалища максимум на расстоянии 8 сантиметров от входа 6 8 сантиметров верхняя стенка влагалища вся остальная часть влагалища она вообще не чувствительна это вот эта стенка она чувствует именно давление она не чувствует как язык или кончики пальцев материал предметов понимаете о чем я говорю то есть если вы а ну холод тепло и холод она еще ощущает до тепло холод давление ну какую-то жесткость тоже можно если уж прям что-то очень жесткая начнете вводить ну тоже может более-менее как там ощутиться но больше из-за давления то есть если вы какой-то очень крупный предмет начнете вводить или очень мелкий то она почувствует большее давление на стенке или меньше но различить вошел в нее член без резинки это кожа или ощущение резинки вот как наши пальцы или наши губы или наш язык могут почувствовать разницу между резиной или из чего там делать сейчас презервативы ну вы поняли да и разницу между кожей человеческой то стенки влагалища не почувствует почему влагалище такое слабо чувствительное а ему не нужно быть чувствительным потому что женщины рожают детей и слишком большое количество хорошо развитых нервных окончаний будет мешать это будет болезненно и повторный опыт деторождения захочется мало кому и и женщины могут не пережить вообще роды если там будет все очень чувствительно поэтому вот эта зона которая у них чувствительна ну женщина она не такая уж на самом деле чувствительная вы даже поэкспериментируйте поводите разные предметы и спросите ну допустим ткань прикоснитесь к передней стенке влагалища или к вульве тканью чем-то пусть будет резиновым до рукой завяжите женщине глаза и вот поэкспериментируйте пластиком бумагой еще чем-то и пусть она попробует угадать чем вы там прикасаетесь и вы поймете что женщина вообще не понимают чем и что там у нее происходит она кроме давления по большому счету ничего чувствовать не будет структуру предмета она не не ощутит никак так вопрос а почему же тогда женщинам нравится больше секс без презерватива особенно когда они влюблены когда у них есть чувство к мужчине они сами просят убери ты эти резинки я тебя хочу без нее нам не мешает сами их стаскивают да это скорее психологический момент во-первых момент натягивания презерватива он сбивает настроение не только у мужчины но и у женщины до хочется чтобы вот эта вся страсть поцелуи набросились друг на друга и он так раз и вошел без всяких прерываний разорвали упаковку натянули ну такое себе конечно же женщинам это тоже все не особо нравится особенно когда у них сильные чувства к мужчине и второй момент когда женщина влюблена ей хочется вот такого слияния с мужчиной когда она его действительно искренне хочет ей хочется как будто бы поглотить его целиком а когда она знает что он в резинке это как будто бы преграда между ними это как будто бы ее отгораживает от мужчины она занимается сексом ну как бы не с ним а между ними вот эта резинка понимаете нет вот этого ощущения единение слияния это именно психологический момент если взять меня я тоже самое говорила когда страсть когда я влюблена я тоже говорила я не хочу давай проверимся и будем без резинки я ну я хочу тебя без вот этого всего лишнего но если женщина не влюблена если она еще не до конца доверяет мужчине если она не хочет с ним прям вот прям вот прям с лица с лица с лица для нее важно чтобы оставалась между ними вот эта преграда защита защита от проблем которые может принести ей беременность или венерические заболевания поэтому это какой-то такой вот вопрос чувств влюбленности доверия понимаете то есть желание желание соединиться со своим партнером без каких-либо преград и отдаться ему всецело потому что когда ты отдаешься в презервативе ты как будто бы отдаешься не до конца даже вспомнила некоторые люди у меня реально были такие знакомые некоторые люди кстати в телеге тоже кто-то по моему писал в комментариях когда заходила тема считают что секс в презервативе это неизменно знаете почему потому что не было соприкосновения половых органов ну значит неизменно мы же не терлись друг об друга вот член вагину вот полностью как без всякой защиты между нами был презерватив поэтому ну что ну разве что-то считается что что-то было спешите пожалуйста у вас есть такие знакомые да наверняка они есть у многих кто-то говорит секс в презервативе это неизменно так что вот так да это психологический момент именно по этой причине если женщина любит мужчину она она будет конечно против презервативов она будет хотеть нарожать от него побольше детей она не будет бояться этих беременностей но тоже смотря еще как это пережили пережито эти беременности если уже был один ребенок роды были тяжелыми конечно она может не хотеть повторных каких-то таких приключений да но тогда она все равно будет стараться потому что она куда подсознательном уровне и все равно не будет хотеться надевать презерватив она постарается какими-то другими способами обезопасить себя от беременности но все равно будет продолжать хотеть своего мужчину без защиты без вот этой преграды без этого бы презерватива вот как то так пишите пожалуйста в комментариях что вы думаете по этому поводу не забывайте подписаться на мой телеграм-канал ссылка под видео в описании в подсказках я всех люблю целую пока пока